Здравствуйте. Как меня слышно? Нормально? Так, позвольте, я приду в рабочую форму. Итак, коллеги, поехали? Хорошо. Хорошо, господа, итак, сегодня мы с вами поговорим немножко о конкуренции. Давайте начнем с разминки, с ваших вопросов. Я не могу говорить просто так на тему, я всегда отвечаю на вопрос. Есть ли какие-то вопросы, что вас более всего интересует в теме конкуренции? Сегодняшний. Что бы вы хотели узнать и услышать об этой теме сегодня? Тенденции. Тенденции. Тенденции в чем? Когда идем в точки конкуренции, что сейчас нового? Что нового в конкуренции, да? Что нового в конкуренции, как проиграть конкуренции. Как побеждать в конкуренции, но по-другому про что конкурировать. Можно так сказать? Чем, про что, как. Хорошо. Я бы задал еще вопрос, знаете, о чем конкурировать. Ну вот разное. Итак, есть еще какие-то вопросы, господа? Или все по ходу? Окей. Давайте тогда так. Мой любимый режим общения – активное перебивание лектора. Окей? Поэтому вопросы, опровержения, возражения, яйца, помидоры – все сюда. Окей. Быстрые способы, лайфхаки, как отстраиваться от конкурентов? Как быстро? Если быстро, то быстро отвечу. Самый главный способ отстраиваться от конкурентов – их не замечать. Но вообще это, если честно, леет мотив сегодняшнего выступления. Мой главный тезис – если вы хотите победить конкурентов, то сразу расскажите себе, что конкурентов нет. По цукеру. Очень простая ситуация. Знаете, кто сегодня побеждает в конкуренции? Тот, кто 100% времени занят своим покупателем. Соответственно, если я хотя бы 1% времени посвящаю оглядыванию по сторонам и смотрению, а что же делают мои конкуренты, я уже что? Я уже проиграл. Потому что мой конкурент на этот процент времени что? Уделил время покупателю больше. Понимаете? В этом смысле мой ключевой тезис – вы побеждаете в конкуренции тогда, когда вы снимаете с себя проблему конкуренции как таковой. О чем речь? Первый общий тезис тренда и тенденции, где мы находимся, то, что обуславливает новый век конкуренции, это то, что мы с вами завершаем эпоху потребителя, эпоху потребительской экономики и входим в век, где главным героем экономики является не потребитель, а выбиратель. Понятно ли, о чем речь? Если коротко скажу, смотрите, потребитель – это главный герой дефицитной экономики. Почему? Потому что потребитель есть тогда, ну, четкое определение потребителя, оно очень простое. Потребитель – это человек, выходящий на рынок с потребностью и активным мотивом скорейшего удовлетворения этой потребности. Поэтому потребитель всегда торопится. Он всегда понимает, что предложение меньше, чем спрос, поэтому он может что? Не успеть. Соответственно, вот важный момент. 99% в своей истории чаще всего жило в эпоху дефицитной экономики. То есть предложение всегда отставало от спроса. Как мы тогда конкурировали с вами? В чем была основная конкуренция? Ключевой момент – локация. Вы должны были прийти туда, где потребность есть, а предложения нет. Узнаете? Чем быстрее вы приходите в место, где спрос есть, а вы первые? Если вы первые оказались с этим товаром, с этой услугой в данном месте и вокруг никого нет, то рынок что? Ваш. Правильно? Если вы пришли вторыми, что нужно делать, чтобы выиграть конкуренцию потребительской экономики? Снижать цену абсолютно точно. Если вы пришли вторыми, мочите ценой. И тогда рынок что будет? Ваш. Правильно? Если вы пришли третьими, а цену уже в пол, что нужно делать? Абсолютно точно. Сервис. Понятна раскатка потребительской модели экономики? То есть в потребительской модели экономики мы конкурируем сначала с плейсом, местом, потом ценой, потом сервисом. И в этом смысле, если говорить о формировании конкурентной стратегии потребительской экономики, задача была простая. Нужно очень точно определить, какими по счету вы пришли на рынок. Ну то есть точно определить, если говорить научными словами, фазу развития этого рынка. Понятная тема? Теперь, в какой экономике мы живем сейчас? Мы живем в экономике профицитной. Что это означает? Это означает, предложение многократно превышает спрос. То есть в этом смысле, по данным Google Аналитик, мы еще позже будем об этом говорить, на сегодняшний день 80 товаров, которые производятся, будут не куплены никогда. То есть покупатель уже сегодня готов и способен купить только 20% товаров. Мир производит уже в 5 раз больше, чем нужно населению Земли. Прикольно? Вот. Что это означает? Это означает, что покупатели сегодня окружают множество вариантов выбора удовлетворения его потребностей. Правильно? А это означает, что покупатель никуда не торопится. Ему больше не надо успевать. Но все же всегда есть. Можете ли вы себе представить, что когда-нибудь вы закончите работу, пойдете за продуктами, а в магазинах нет еды вообще? Или вы заходите в торговый центр, а там от стены до стены пустота и ни одной тряпочки. И вдруг вы замечаете, что что-то красное висит, вы бежите, а это шарф продавщицы. Он не продается. Ну нет же такого, правильно? Мы живем в атмосфере абсолютного изобилия и абсолютной уверенности, что это изобилие будет всегда. Поэтому главной мукой покупателя что теперь является? Выбор. Сейчас главная задача правильно выбрать. Не лохануться с выбором. Правильно? Причем сначала правильно выбрать что? Место покупки. Правильно? Потом правильно выбрать саму покупку. А потом еще правильно выбрать продавца, который тебе это все продаст и оформит сделку. Есть такое? И в этом смысле покупатель сегодня большую часть времени проводит. Каким образом? Выбирая. Если мы с вами зайдем в супермаркеты, то супермаркеты становятся все больше, чем библиотеками. Понимаете, почему? Ключевая поза покупателя в супермаркете. Узнаваем? Перед тем, как сделать какую-то покупку, мы читаем больше, чем военный мир. Если мы хотим выбрать сотовый телефон, стиральную машину или отель, что еще более трудоемко по чтению. В этом смысле мы становимся экспертами. Каждый покупатель сегодня эксперт. Согласен с этим? Каждый покупатель перед тем, как сделать любую покупку, неважно йогурт или недвижимость, что делает? Наращивает компетенцию. Поэтому смотрите, очень интересный момент. С точки зрения покупателя, мир, ну или так по-другому, все продавцы делятся на две части. Вот, чтобы понять, какие я расскажу сейчас один кейс. Однажды мы проводили исследование среди розничных магазинов сотовых телефонов, сотовый ритейл. И там нам продавцы в разных городах страны рассказывали с обидой одну и ту же байку. Они говорят следующее. Подходит, неважно кто, женщина, молодой человек, девушка, ну, неважно, парень, семья. Я интересуюсь моделью телефона. 40 минут с ними работаю. Уже вставили их симку в телефон. Уже юзаем, уже звоним, уже ставим фотообои, уже смотрим, как фотографируют. Ну, вот сейчас, сейчас купят. Что говорят люди после этого? Спасибо, мы подумаем. Точно, да? После этого они идут в магазин напротив. И по точно такой же цене, эти магазины нам все уравнивают цены, берут в магазине напротив эту же самую модель. И продавец Евросети понимает, что его сделали. И человек в связном купил то же самое. Почему так происходит? Понятно. Для покупателя очень важно сегодня не быть лохом перед продавцом. Поэтому в одних магазинах он набирается компетенции. Но он никогда не сможет заформить сделку с продавцом, который видел его в том, ну, как бы, необразованном состоянии, который его учил. Поэтому есть фирмы мои учителя и есть фирмы мои продавцы. И покупатель сегодня делит рынок строго на две части. Он в одних компаниях у одних операторов учится, у других покупает. Соответственно, в чем ключевая сегодня задача с точки зрения конкуренции? Как мы ее сформулируем? Важно не оказаться где? В учителях. Многие компании сегодня, не опознавая этот тип конкуренции и стараясь изо всех сил продать, стараясь изо всех сил наладить сервис, наладить обслуживание покупателей, таская своих продавцов по неимоверному количеству тренингов продаж, попадают в ловушку конкуренции. Потому что это бы точно сработало в потребительской экономике, но это превращает фирму в те самые 80% образовательного контекста, которые вообще не имеют отношения к продаже. Я по это говорю? И в этом смысле ключевая задача конкуренции сегодня попадание не в потребителя, а попадание в выбирателя, попадание в психологию выбора. Что сильно сложнее. Согласитесь? Но хорошая новость в том, что если мы это понимаем, и если мы каждый раз изучаем, как и за счет чего делается выбор в нашей отрасли, в нашем типе рынка, мы начинаем приобретать больше шансов на успех в конкуренции. Понятная тема? Это такая настороживающая новость. Хорошая новость. Покупатель сегодня, становясь экспертом, покупает не на основе потребности, а на основе ценностей. В чем разница? Понятно? Потребность – штука конечная. Соответственно, ее можно удовлетворить. И, соответственно, очень четко можно всегда посчитать объем рынка. Если в городе 100 тысяч человек, то что это означает? Значит, в городе спят на 100 тысячах кроватях, правильно? Выпивают 100 тысяч чашек кофе за завтраком. Я грубо сейчас говорю, без сегментации. Но всегда это можно посчитать. И, соответственно, относительным потребностям можно знать свою долю рынка и долю конкурентов. В чем отличие ценности? Ценность удовлетворить до конца нельзя. Ценность бесконечна. Это понятная вещь? Если у меня есть ценность обучения, то я не могу когда-то научиться. Я буду бесконечно учиться. Если потребность поесть, я поел все, больше не могу. Пока не проголодаюсь, больше не смогу есть. Можно посчитать. Если у меня ценность учится, я могу учиться вечно. Совершенно посчитать невозможно. Так вот, смотрите, покупатель сегодня все, включая продукты, покупает на основе ценностей. А, соответственно, покупатель покупает в разы больше, чем может. Потому что, смотрите, давайте очень простая вещь. Я покупаю, если у меня есть потребность поесть, сколько я куплю. Ну, столько, сколько нужно поесть. А если у меня есть ценность пробовать. Ну, вы понимаете? По исследованиям сегодня более 60% еды из холодильника выбрасываются, купленных нами. Понятно, почему? Мы побываем на основе ценностей. Мы пробуем. Мы пробуем еду, пробуем жить в квартирах, пробуем отдыхать. Ну, то есть, пробуем разные тачки, ну и так далее. Понятно? И в этом смысле ключевая стратегия конкуренции сегодня – попадание в выбор, попадание в ценности. Идем дальше. Следующий момент какой? В 2010 году была защищена Нобелевская премия, которая утверждает, Питер Даймонд в своей работе утверждает, что кривая спроса и предложения больше не пересекаются, а двигаются параллельно. Соответственно, рынок в конец потерял свою счетность. Примеры нужны? Смотрите. В мире выпущено сегодня больше 7 миллиардов автомобилей. Есть кладбище автомобилей, занимающие территорию больше стран. Если бы работала кривая спроса и предложения, что это означает? Если автомобили как грязи, то цены на них падают, они становятся доступными. Ничего подобного. По-прежнему по опросам населения автомобили недоступны, нормальных тачек нет. Купить автомобиль по-прежнему что? Невозможно. То же самое есть сегодня города миллион. А, и цены на автомобили что? Во всем мире растут. Во всем мире есть города, пустые города. Сегодня пустуют в мире несколько сотен миллионов метров недвижимости. Сегодня фонд пустующей недвижимости уже приближается по количеству к площади всех городов, в которых население живет. При этом что? Недвижимость абсолютно не стала доступной. Цены на недвижимость растут. Жилье по-прежнему во всем мире купить или невозможно, или очень трудно. Что происходит? Одновременно растет спрос и одновременно растет предложение. Понятно? Они движутся параллельно. Рост предложения вообще не уменьшает спрос. Это связано с тем, что я сказал ранее, что мы покупаем на основе ценностей, и покупательская способность людей абсолютно не уменьшилась. Это миф, что покупательская способность людей уменьшилась. Она стала безразмерной. Это понятная вещь? И в этом смысле что происходит? Когда покупательская способность безразмерна, то покупают вашего продукта меньше. Не потому, что меньше покупают по потребности, а потому, что потребность уже давно насыщена, и речь не об этом. Речь идет о том, насколько ваш товар и ваша услуга попадают в ценности или не попадают. Ключевым способом конкуренции сегодня с точки зрения Даймона и Даймонда является так называемое попадание в зазоры поиска. Что это означает? Даймон говорит, почему потребитель не покупает вот эту недвижимость и эти автомобили. Понятно ли почему? Поскольку у покупателя сегодня есть время на поиск, то критерии качества покупки у покупателя в процессе выбора меняются. И тот автомобиль, который он хотел в начале, он начинает смотреть, он хочет уже что? Более сложный автомобиль. Ту недвижимость, те продукты, которые нам нужны были в начале, нам уже не нужны, мы хотим более сложными. И в этом смысле производство не успевает, а производственники же провели исследование и выпускают недвижимость автомобиля с заданными свойствами, которые вывели на основе исследований. Понятно ли я говорю? А покупатели хотят уже совершенно другое, не то, что зафиксируют. В отличие от потребностей, ценности динамичны. Соответственно, очень важно, если вы хотите побеждать в конкуренции, заменить институт маркетинговых исследований чем? Маркетинговой прогностикой. Потому что сегодня важно делать продукт не в сегодня, если вы делаете продукт в сегодня, вы уже опоздали. Важно делать продукт, обладающий теми свойствами, о которых покупатель еще не догадывается, но которыми этот продукт должен обладать завтра. Понятно, что я говорю? И в этом смысле еще один ключевой инструмент выигрыша в конкуренции сегодня – это отказ от классических маркетинговых исследований и работы в маркетинговой прогностике. Соответственно, приобретение таких компетенций, разработка таких методологий, работа с трендами и так далее. Третий момент. Самое главное. Поскольку сегодня, вот есть та ситуация, о которой мы говорили, те конкуренты, которых раньше мы считали конкурентами, больше перестают играть эту функцию. Больше не играют эту функцию. Наоборот. Понятно, что такое аналоговые конкуренты? То есть те, кто выпускает ту же продукцию, что и я, те, кто выпускает ту же услугу, что и я. Смотрите, какая штука. Сегодня те, кто был конкурентами мне в эпоху потребления, становятся мне союзниками и партнерами в продаже. Рассказываю кейс. Работаем сетью продовольственных магазинов. Молочная витрина. Вот здесь пример приведен. На витрине стоит 20 брендов молока. Простоквашина, Зорка, Зеленый лук, домик в деревне. 20 брендов. 80% продаж составляет один бренд. Простоквашина. На остальные 19 брендов приходит 20 остальных процентов. Куча списаний, минусов и так далее. Какое решение принимает магазин? Оставить одно простоквашина. Как реагирует покупатель? Покупатель идет в другой магазин и говорит, что что-то с молоком у них не то. Значит и простоквашина плохое. Ну как бы раз осталось одно простоквашина, значит и оно фиговое. И тогда что делает покупатель? Это соседний магазин, где стоит 20-25 брендов молока. И что там берет? Простоквашина. Что это означает? Раньше домик в деревне был конкурентом простоквашина. И простоквашина делала все, чтобы домика в деревне ничего не было на полке. Правильно? Чтобы все продажи были здесь. Сегодня, если мы начинаем бороться с аналоговым конкурентом, мы уменьшаем себя. Потому что выбиратель может работать только в поле выбора. И все конкуренты становятся нам партнерами по продвижению сегмента рынка. В этом смысле конкуренция начинает определяться не теми, кто выпускает ту же самую продукцию, а так называемой конкуренцией реальной альтернативой. Что реально сегодня стоит перед покупателем в качестве альтернативы покупки моего товара? Это понятная вещь? Например, обращается к нам сеть АЗС, которая раньше, как вы думаете, с кем конкурировала? С кем может конкурировать данная сеть АЗС? С другой сетью АЗС, с другими заправками. Понятно же, да? Мы выясняем, вы почему конкурируете? Ну как, на наших АЗС мало заправляются. Там конкретно мы разбирались с одной АЗС. Мало заправляются на нашей АЗС. Что мы делаем? Да мы снижаем ценность, но работаем с сервисом, с привлекательностью, с подъездом, с рекламой, с доп. товарами. Правильно? Мы влезаем в голову покупателя с помощью опроса. Как вы думаете, что оказывается реальной альтернативой? Оказывается, что покупатель, думая, заехать на эту АЗС или нет, думает, заехать сюда или не успею в магазин. И оказывается, что реальной альтернативой покупателя, а там все просто ехали с работы, а магазин работал до восьми. Реальной альтернативой было что? Не другая АЗС. А ограничение во времени работы магазина, куда все хотели успеть. Я понятно говорю? И тогда покупатель говорит, ладно, заеду в магазин, а на следующий заправлюсь. Понятная вещь? И возникает очень простое решение. Союз с магазином, продление его работы и совместные акции. Увеличение продаж и того и другого в разы. Прикольно? Вот я дарю вам этот символ новой конкуренции, когда основой конкуренции на сегодняшний день начинают являться реальные альтернативы, то есть реальные выборы выбирателя. И тогда оказывается, что, я часто рассказываю этот кейс, когда пиццерия обратилась к нам с тем, что не уменьшаются клиенты, кто оказался реальным конкурентом пиццерии? Нет, домашний игровой компьютер. Потому что мама говорит, что пиццерия это место, куда мы ходим всей семьей. Как только купили домой компьютер, ребенок говорит, мама, какая пиццерия? Я доиграю. И ребенка не вытащишься с компьютера. Понимаете, да? И тогда мы говорим, уважаемая пиццерия, не надо снижать цены, не надо вводить новые пиццы, не надо делать третий кусок в подарок, потому что вы конкурируете не на рынке фастфуда, вы конкурируете на рынке досуга с домашним компьютером. Ваша задача, чтобы победить в конкуренции, какая стать интереснее компьютера. И тогда мы делаем решение пиццы квест, задание в каждом кусочке. И что получается? О чудо! Мы дороже, чем другие пиццерии, у нас беднее ассортимент, но народ к нам возвращается. Я по это говорю? В этом смысле ключевой инструмент конкуренции сегодня – это точное детальное исследование сознания покупателя и ответ на вопрос, между чем и чем реально выбирает покупатель, решая, покупать или не покупать мою услугу, мой товар. Понятен базовый принцип? Именно это и называется попадание в ценность. Попадание в ценность, если вы эти рассмотрены на кейсах. Попадание в ценность в заправке. Успеть в ценность времени. Попадание в ценность некомпьютерного досуга с точки зрения пиццы. Помните, да? Ну и так далее. Каждый раз, если мы обнаруживаем ценность, на основании которой покупатель выбирает нас или не нас, вот то, что не нас является нашим конкурентом, а все аналоги усиливают нас, чтобы мы были заметнее. Понятно, о чем я говорю? Соответственно, какие ключевые ценности могут лежать в основе сегодняшних линий конкуренции через исследование выборов потребителя? Первое. Отстройка по ценностям. В этом смысле четкое держание своего имиджа. Если вы задаете вашей компании определенную ценностную модель поведения, характерную для этого сегмента рынка, вас всегда будут выбирать. Стратегия вторая. Запуск новой модели коммуникации с клиентом. Пример известный всем новосибирцам. Академия кофе, например. Которая что сделала? Взяла барную культуру, культуру ночного клуба, и перенесла ее в кофейню. Новая модель коммуникации в кофейне, в старом бизнесе, создала очень конкурентное, высоко конкурентное предложение. Третья стратегия. Мобильность и скорость внедрения измерений. Чем быстрее вы внедряете новое, тем больше вы внимания. Потому что одна из ценностей людей сегодня – это дегустация. Помните, мы об этом говорили в начале. Чем чаще у вас нововведение, тем быстрее и плотнее вас дегустируют. Стратегия четвертая. Вот это самое качество обучения клиента и обучаемость. Самое смешное. Если вы просто учите клиента, то клиент будет покупать не у вас. А если вы создаете, у меня сейчас мало времени, я не могу про это проводить много кейсов. Если вы создаете прецедент, где клиент учится у вас, вот сегодня клиенты покупают там, где они вас чего-то научили. Вспомните свой опыт. Вы обычно тренируете ваши любимые магазины, ваши любимые рестораны и так далее. Если вы чему-то учите, вы покупаете у тех, кого вы учите. И, наконец, пятая стратегия – лидерство в расширении рынка. Если вы не конкурируете с другими, а ваша энергия направлена на расширение рынка, то вы лидируете. Пока коротко так, у нас осталось 3 минуты на вопросах. У нас есть методика проведения глубинных интервью, мы ей учим отдельно. Но если коротко, самое главное, попросите клиентов рассказать историю, которая привела его в ваш магазин. Или привела ее к вашему товару. И он тогда скажет, я думал, я то-то. Если вы провоцируете человека рассказать историю, он расскажет вам и про компьютер, который мешает идти в пиццерию, и про заправку и так далее. То есть в этом смысле выборы раскрываются в истории. Аркадий, можно последний вопрос? Да. Мне нравится, когда учатся онлайн, с глазу на глаз. Если сфера требует, чтобы человека научить, что наше специальное открывание, можем ли мы учить его не с глазу на глаз, а где-то онлайн, там, где его не поделить, придавать ему максимум информации? Вот смотрите, какая штука. Учить можно и онлайн, и оффлайн, и публично, и с глазу на глаз. Но сначала, если вы сделаете реверанс и чему-то научитесь у клиента. Ну, например, вы спросите, простая тема, вы спросите, слушай, мы тебя можем сейчас учить тремя способами. Подскажи, как им лучше. Ой, ну, понимаете, да? И тогда мы уже дали лидерство клиента, мы уже встраиваемся в его логику, а не встраиваем его в свою. Я ответил? Спасибо огромное. Видимо, это все, что мы успели по этой теме прожать.